Нет идеального источника тепла. Кому-то подходит газ, потому что у него есть возможность быстро и выгодно его подключить. Кому-то подходит дизельное отопление, кому-то газгольдер, кому-то электричество. Но кто-то определился с выбором и хочет купить пеллетный котел, потому что это быстро, дешево, удобно, без разрешения, без согласования, и можно подключить хоть завтра. Но при этом интернет, друзья, которые не имеют никакого отношения к пеллетному отоплению, которые про него ничего не знают, рассказывают куча страшилок, и количество этих страшилок просто зашкаливает. Поэтому я специально снимаю это видео для вас, люди, которые определились с выбором и хотят купить пеллетное отопление. Всем привет, меня зовут Анатолий Матвеев, я основатель компании «Лотогрупп», первый центр отопительных решений, и вы на канале «Лаборатория тепла». Сзади меня стоит блочно-модульная пеллетная котельная, которую мы монтировали в 2021 году. То есть она отработала уже три сезона. Сегодня мы возьмем интервью у главного инженера данного объекта, который занимается эксплуатацией этой котельной, ремонтом этой котельной, обслуживанием, засыпкой пеллет, закупкой пеллет. Короче, он в курсе всех дел, которые касаются обслуживания и использования этой котельной. Более того, мы с вами зайдем в нее, посмотрим, как она выглядит спустя три года, поковыряемся в котле, в горелке и разберемся, так ли страшны и настолько ли реальны эти мифы. Для начала я расскажу вам краткую историю о том, почему вдруг на юге Москвы, внутри МКАДа, для отопления вот этого стационарного складского помещения площадью полторы тысячи квадратных метров понадобилась блочно-модульная пеллетная котельная. А произошло это по следующим причинам. Вот эта территория, которая находится за забором, была выкуплена банком. Началась реорганизация, новые собственники, новые условия аренды, все новое. Коммуникации, которые шли к этому зданию, проходили по их территории. Их просто отрезали и предложили за скромную сумму выкупить у них этот склад с этой землей. Собственник отказался, сделал свои собственные коммуникации, провел электричество, провел себе воду, но тепло провести не смог. А на улице ноябрь наступают первые заморозки, и склад нужно чем-то отапливать. Поэтому он позвонил в нашу компанию, и мы за два дня установили ему эту котельную. Давайте пройдем внутрь, посмотрим, как она устроена, и увидим, что изменилось за три года эксплуатации этой котельной. С котлом, с дымоходом, с созданием. Это модульная бытовка, правда, сделанная на заказ, с усиленным полом, с определенной степенью утепленности, для того, чтобы не было конденсата, и чтобы котлы бесперебойно работали. Как видите, специальная сталь, чтобы не было никаких возгораний. На стенах нет арголита, жесть, все лаконично, просто безопасно. Щиток, свет, котел, сзади котла у нас обвязка. Здесь у нас с вами хранилище для топлива, для оперативный такой склад. Сам ЭТП, то место, которое распределяет тепло по зданию, находится внутри здания. Мы просто протянули теплотрассу от нашей котельной в то место, где заходила теплоцентраль. Отключили теплоцентраль, потому что она все равно перестала подавать тепло, и врезали нашу котельную. Несколько технических нюансов. Котельную никто не готовил, потому что я только вчера вечером попросил разрешения на съемку. Как видите, она вся в пыли, потому что ей не пользуются с мая месяца. В мае ее законсервировали, последние пилеты догорели, почистили горелку, почистили котел, сделали техническое обслуживание и оставили его до первых заморозков. Не за горами зима, поэтому я думаю, что в скором времени нам позвонят, чтобы мы провели ревизию предпусковую, запустили, сделали стартовый пуск, проверили, все ли работает, все ли исправно, чтобы не было никаких сюрпризов. А так вопросов нет, она стоит, ждет, видите, пылится своего часа. Скажу 5 копеек в копилку тех, кто любит купить котел, сделать сам. Котел купить и установить это полбеды. А вот эксплуатировать его, обслуживать, поддерживать его в рабочем состоянии, правильно делать техническое обслуживание, иметь комплект запчастей для оперативного быстрого ремонта. Вот здесь кроется вся сложность в эксплуатации пилет. Если вы хотите, чтобы ваша пилетная котельная так же, как эта, работала годами, бесперебойно, правильно и выдавала вам дешевое тепло, тратя маленькое количество топлива, обращайтесь в компанию LTE Group, переходите по ссылке в описании к видео на наш сайт, оставляйте заявку, получайте бесплатную консультацию менеджера по этому вопросу. По внешнему виду не скажешь, что котельной 3 года. Поэтому давайте заглянем внутрь котла и посмотрим, а что же с ним произошло за 3 года эксплуатации. Есть ли какие-то видимые изменения. Давайте посмотрим состояние теплообменника и горелки. На теплообменнике мы видим нагар в пределах разумного, каких-то следов протечек, еще чего-то нету. Дверца цела, видны следы конденсата, ну потому что здесь тонкая дверца и вот этот перепад температур все-таки вызывает образование, видать здесь гадости. Но сама по себе она цела. Теперь давайте заглянем вниз, посмотрим на горелку. Здесь у нас еще с мая лежит зола, хотя вряд ли, мне кажется, они просто его включали для того, чтобы что-то протопить, видать было холодно. Видно состояние горелки. Смотрите, здесь есть защитный экран, который отбивает тепло, которое ударяется о заднюю стенку котла и возвращается сюда. Его обычно гнет, но это ничего страшного, так и должно быть. Он на то и сделан здесь, защитный экран. Сама горелка выглядит рабочей. Вижу, что вот не хватает здесь шамотного кирпича сверху. Сам стол горелки вполне себе даже живые. За три года эксплуатации не прогорели и не испортились. По внешнему виду особо непонятно. Работает, не работает, ломалось, не ломалось. Единственное, что могу сказать. Видите, внешний вид котла никак не изменился. Он ни гнилой, ни ржавый, ни горелый. Гибкая вставка целая. То есть пожара не было, обратной тяги не было. Нержавейка на горелке цела, не посинела. Значит, никакого перегрева здесь тоже не было. Бункер имеет заводской окрас. Значит, не было никакого пожара, которым пугают многие страшилки. Не было никаких проблем. Вода из труб не подтекает. Луж нет. Все сухо, все правильно. Немножко пыльно, но в рабочем состоянии. Поэтому давайте позовем Сергея и зададим ему те вопросы, ради которых мы с вами здесь собрались. Как вам вообще пользоваться пилетной котельной после того, как у вас много лет было центральное отопление, где вам вообще делать ничего не надо было? Первые месяца два мы к ней привыкали. Обучил людей, которые у меня за ней следили, чистили. И при аварийных каких-то ситуациях должны были сообщать мне. Еще дело у нас осложнилось тем, что у нас не только не было центрального отопления, но у нас не было еще электричества. И вы, получается, первый сезон вообще еще на генераторе сидели? Да. Причем боялись очень сильно, что в любой момент это все накроется. Но техника выдержала нормально. Единственное, было два раза заморозка из-за того, что генератор у нас накрывался. Мы его отогревали, котел пускали и все, в принципе, работало. Даже выдержал, получается, заморозку, остывание и вообще вода встала, я так понимаю. Да. Причем здесь ничего не замерзло. Замерзло на улице, естественно, где место входа. А к котлу, в принципе, нареканий не было. Главный момент не пропускать. Но у нас бункер большой, его, в принципе, хватает на сутки. Запас по времени всегда есть, чтобы прийти засыпать пилеты. По тонажу здесь где-то порядка четверть палета будет. Это где-то 250 килограмм. Ну, да. На палете, значит, 25 килограмм. Где-то так. По котлу это у нас 150 киловатт, да? По-моему, да. Вы каждый день засыпаете полный бункер? Да, я им говорю, чтобы они засыпали каждый день, чтобы не было, как бы, аховой работы в один раз. Ну, то есть не потому, что надо каждый день, а просто потому, что вот сколько-то потратилось, вы добавили, чтобы, ну, равномерное... Ну, и чтобы людям было не тяжело все-таки 15 килограмм мешок покидать. А сколько вы закупаете за раз пилет? Я могу у себя на складе разместить не больше шести палет. Из этого я уже закупаю. Закупаемся раз в месяц 6 тонн. Были ли какие-то проблемы с поставками пилет? Потому что пугают, что пилеты пропадут, пилет нет, еще что-то. То, что пропадут, нет. Можно найти альтернативу. Допустим, нам предлагали привезти сразу фуру. А какое количество людей нужно, чтобы вот эксплуатировать котельную? Ну, вообще один человек. Здесь сторож постоянно сидит, он круглосуточно сидит. То есть даже вообще не сантехник, не только сторож? Нет, просто сторож, которому мы, естественно, там копеечку доплачиваем. Я ему показал, куда сыпать, на что смотреть. И, если что, какая аварийная ситуация. Естественно, у него в любом случае мой телефон есть, он мне звонит и там консультируется, чего как. За зиму она у нас, вот за прошедший сезон, она у нас встала раз. До этого, так как опыта не было, первый год он особенно показательным был, там вставало часто. Раз даже был такой момент, что попала палка. Есть, да, кстати, проблема такая, когда пилеты даже в мешочках аккуратненькие, белые, и все равно что-то попало на производстве, и это попало в мешок. Мы не глядя засыпали, даже глядя, все равно не заметил. Да, там масса идет. Да, она подзаклинивает. Поломки были какие-то критичные, приходилось тут доплачивать за ремонт, и еще что-то. Нет, надо будет перед зимой поменять. Шамоткин кирпич заказали, и заказали колосники. Какие-то утечки в котле, какие-то перегревы, возгорания, пожары. Нет, здесь ничего этого не было, слава богу. Иногда у меня было раз давление подскочило, допустим, не по вине котла, опять мы там нашли, кран был перекрыт, я пошел, открыл, все пошло. Здесь, главное, никакой паники нет, система достаточно простая. Как быть в новогодние праздники? Сторож сидит круглосуточно, котел ставлю на минимум. И, в принципе, получается, что... Расход идет меньше. Намного меньше растет. Да, склад закрыт, ворота ничего не работает, естественно, он меньше остывает. Я ему здесь запас делаю пилет на все эти праздничные выходные, обычные здесь, ну, 3-4 палета, чтобы у меня здесь было. Вопрос по деньгам, насколько стало дороже отопление? Для себя сравнивал, потому что у меня есть дача. Это действительно, как, в принципе, говорят все, что это второй вариант после газа. Но для себя я пока не использую это, потому что, во-первых, мы круглогодично там не живем. Вот это главный вариант, когда дача как дача, не надо покупать пилеты, потому что это превращается в катабу. Тебе придется хотя бы раз в две недели, даже если поставить увеличенный бункер, туда ездить. Зачем это делать? Один из последних вопросов, который нам постоянно задают люди, которые только собираются купить пилетный котел, а как часто его чистить, насколько это грязно, много ли золы образуется и куда ее девать? Золенность, она зависит от пилет, который покупается. Как часто? Я своим говорю, чтобы чистили два раза в неделю, потому что котел работает все-таки круглосуточно. У него это время занимает где-то максимум два часа, причем час это уходит на остывание. Средство, которое это кочерга, ершик и пылесос. По поводу поломок. Вы сказали, что что-то происходило. Сначала было почаще, потом пореже. Как быстро реагирует сервисная наша служба? Вообще реагирует ли? Помогает, отвечает? Или все продали, разбирайтесь сами. Нет, здесь все намного четко, построено очень хорошо. К вашим специалистам обращался раза четыре по WhatsApp. Ответ проходил максимум через полчаса. А потом чисто на связи, даже с одним я ему здесь показывал, видео показывал, что у меня происходит, и он меня просто консультировал, и что надо сделать. Еще один вопрос. Постоянно спрашивают, а дымит ли котельная? Практически нет, только при розжиге. Котел холодный, его когда запускаешь, первые две-три минуты, он, да, может подымить. И потом нет, потом все успокаивается. Но опять-таки зависит от пилет. Здесь больше зависит не от пилета, а скорее от настройки. Если меняются пилеты, меняются настройки, не та смесь топливно-воздушная, и поэтому может коптить. Я единственный раз попал, мне привезли пилеты, еще посмотрел, они разного цвета. Начали сыпать, у меня котел встал. Начал разбираться, значит, пилета попадает между шнеком и стенкой, и клинивает шнеком. Хорошо, у меня там были пилеты старые, они ломаются. Новые не ломались. Я позвонил, кто мне поставляет пилеты, говорю, что это такое? А мы тебе дали пилеты из лиственницы. Ну, привезли, обменяли, и все пошло. Вот привезли, за свой счет уже, правда, 4 палета с пилетами нормальными, а эти у меня забрали. Выбирайте проверенных поставщиков пилет. Их, если что, даже сдать можно. Еще один частый вопрос. Люди почему-то думают, что пилетный котел – это дровяной котел, а дровяной котел, как всегда, почему-то дает тепла мало, люди мерзнут, и они думают, что если они поставят вместо 100-киловаттного газового котла, 100-киловаттный пилетный, им будет холодно. Вот было ли вам холодно? Зимой я поддерживаю температуру 20-22 градуса, не больше. Во-первых, надо начинать отопительный сезон нормально. Не когда там начинают топить везде, а можно начать его чуть раньше. У тебя температура помещений не упадет ниже уровня, и не надо будет ее поднимать. Сергей, спасибо, что уделили нам время, ответили на наши вопросы и пустили нас в гости. А вам, дорогие зрители, я напомню, что мы занимаемся монтажом промышленного отопления не только для складов, но и для спортивных объектов, офисных зданий, торговых центров, для любого объекта, которому нужно отопление. Если у вас есть задача, и вам нужно тепло, переходите по ссылке в описании к видео на наш сайт и оставляйте заявку для бесплатной консультации. В этом видео мы постарались развеять большую часть мифов про пилетное отопление. Но, конечно же, мы смогли ответить не на все вопросы. Поэтому обязательно напишите в комментариях ваши вопросы про пилетное отопление, а мы снимем отдельное видео, в котором дадим на них ответы. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на наш канал. С вами был Анатолий Матвеев. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова